1.57 длился очередной наш до заряд и вымпелы синхронно написали нам заряд окончен не хотят они работать отключаем их от сети сделаем замер плотности и на сегодня седьмой час уже на сегодня работу с этими батареями мы прекращаем так ну давайте заглянем вот сюда так ну плотность также здесь уверенный 125 уверенный 125 на запарыш и пропарыш и нашим здесь 122 121 прощу прощения простю прощения здесь тоже самое 121 оставляем батарейки до завтра пусть поработает инертный заряд и завтра продолжим с ними работу так как нам надо вытащить с них плотность су . наверное замерим показатели и продолжим наше кувыркание наши два друга хрен да подпуга отстоялись всю ночь давайте сразу замерим показатели по тестеру что у нас поменялось да у нас в принципе хоть foxwell и просит нас поменять батарейку видим нрц неплохое отпечатаем сок 60 процентов сопротивление 358 так это сюда следующий кричит заведующий это сюда здравствуйте можно конечно ну да а дрова не нужны пол гаража дров у нас ну если вы хотите выкинуть вы их продать они покупать не буду но понятно я думал вы хотите выкинуть нет у меня есть куплены мужикам просто надо отметить 23 сентября мне дрова возят мы клиенты так 1320 которым я точу цепи поэтому на 23 мне и самому бабули пригодятся так но здесь просто какая-то бомба у нас ну-ка что нам скажет foxwell в плане суха 1355 батарейка выкатывает первый раз я с таким сталкиваюсь и все равно сох 86 процентов ну блять жадина ты foxwell мог бы блин и хороший сок показать из каких соображений из каких алгоритмов он рисует такие показатели я честно говоря не знаю 1355 ну ладно это все хорошо давайте проверим плотность основной параметр это не показатели показометров как их многие называют тестеров а все-таки плотность так 125 с половинчикой с половиночкой вот так а здесь почти 126 да не почти плотность ну я на его 126 так что у нас в резко охлажденной батарейки так 122 почти 121 с половиной ох ты блять здесь 122 так все таки вот эта баночка у нас и в прошлый раз она отставала поэтому я производил корректировку в пяти банках в эту доливал меньше поэтому здесь меньше электролита ну что ж такое бывает и корректировка на какое-то определенное время она приносит результат но если банка начинает деградировать то от этого лечение и лекарств нет друзья возможно где-то одна из перемычек у нас плохом состоянии и какая-то пластинка в пакете не работает должным образом никакая там не сурфатация хавитация вот такая вот situation так подключаем на тех же настройках на тех же настройках и посмотрим после отстоя до каких напряжений до гребут наши друзья наши терпевые которые пережили неплохие стресса что продолжаем работу спустя 3 часа 49 минут практически синхронно ушли обе батарейки вернее не ушли они остались на месте выпил нам подсказал что заряд окончен отключаем выбил отключаем 2 выпил и смотрим что у нас там с жидкостью батарейки холодные голодные наверно сейчас посмотрим так 127 на гибриде 127 на гибриде на 2 баночки закрываем с этой батареи работу прекращаем так теперь смотрим что у нас на кальций 124 видим 124 и 124 это батарейка пусть у нас время сколько там более четыре часа давайте часов дадим ей отстояться и сделаем еще один дозаряд еще один дозарядник на сегодня не знаю решит вам проблемы нет батарея сильно не разгоняется почему-то обычно тюменский кальций легко перегибает за 16 вольт но у нас 15 9 15 8 и на по сути пяти процентах от емкости ну виной тому я думаю что все-таки длительный простой без работы и в разряженном состоянии ванниках надо тоже закинуть немножко энергии в себя в желудок еще не обедал и продолжим нашу работежку дал полтора часа отстою надеюсь еще один дозаряд сегодня сделан в крайнем случае задержусь чуть-чуть так что у нас после отстоя ничего в принципе не поменялось где-то 124 125 плотность так подключаем опять зарядное вот напряжение устаканиваясь на 13 на 13 включаем и поехали сегодня получил вот такие вот вот такие вот крокодилы за 20 штук отдал 4 доллара сразу полетели блять вот такое качество на 4000 ну вот это вот штатные крокодилы блять которые идут своим пилами и какой-то разницы в качестве я вот честное слово не вижу блять и точно такие же крокодилы я покупал у нас по 300 тенге за один так звонят ну давайте подключимся после окончания до заряда чуть больше часа тому назад разогнал батарейку до 16 2 вольт подпором 12 с половиной вот 12 6 ампер и сразу почувствовал результат давайте посмотрим включим вспышку так плотность 126 126 с половиной почти 127 в этой банки которая у нас она отстающая тоже 126 126 так отключаем зарядное на этом достаточно что хочу сказать друзья вот вся работа по удалению стратификации ниже 16 вольт сводится к тому что мы наоборот увеличиваем и закрепляем стратификацию в чем опасность стратификации опасность в том что кислота которая находится у нас внизу батареи она как раз способствует закреплению сульфатации и почему мы с этой батареей пришлось так долго работать в чем разница между застаревым разрядом и хранением в разряженном состоянии и быстрым разрядом то есть забыли там свет выключить магнитол уху это неважно батарею быстро высадили тут же отвезли ее на заряд и поставили заряжать такие батарейки вылазят легко и просто из вот этого состояния а что происходит при застаревом при удержании разряда когда происходит саморазряд либо саморазряд либо недозаряд либо медленный разряд у нас происходит сульфатация сверху вниз по мере по мере распределение плотности в батарее то есть какую-то часть если батарея стоит на автомобиле то какая-то часть за счет разряда ой заряда который нам дает генератор там 14 14 с половиной вольт мы все-таки растворяем сульфаты вот так как у нас не происходит должного перемешивания электролит кислота она оседает внизу батареи кислота внизу водичка по-прежнему вверху батарейка стоит у нас продолжительное время в режиме хранения или без режима хранения неважно долго стоит за счет во первых саморазряда теряются теряется напряжение а второе происходит рассвоение электролита под действием гравитации так как у кислоты плотность абсолютно другая и кислота старается отделиться от воды и так как она гораздо тяжелее воды происходит то же самое у нас кислота оседает внизу батареи и внизу батареи происходит у нас с сульфатирование что мы делаем вот этим вот первичным зарядом абсорбацией то есть мы наполняем батарею непосредственно зарядом необходимыми ионами катионами всем прочим из чего и состоит как раз у нас наша емкость и наша мощность батареи но проблема в том что основной инструмент распределения этой мощности и этой емкости это у нас в этом роли выступает электролит но так как у нас не происходит должного перемешивания то есть снизу у нас кислота сверху вода так как в дальней при дальнейшей эксплуатации вернее при нашем заряде вроде батарея заряжена снимаем параметры отличные показатели показатели просто на заебурюху судя по тестеру плотность не меряем в итоге батарея будет деградировать потому что та часть которая погружена в кислоту пластины которые начинают сульфатироваться они продолжат эту сульфатацию за счет того что нету места для растворения сульфатов то есть концентрация кислоты такая что для растворения сульфатов плотность не я же придумал ее придумали те люди кто придумал аккумуляторы оптимальная плотность 1,27-1,29 в этих пределах если она снизу выше то есть нету места для растворения сульфатов теперь к тому что быстро высадили мы быстро батарею при быстром разряде у нас происходит равномерная сульфатация пластин то есть по всей плоскости поэтому нам легче с ней работать если у нас постепенная сульфатация то есть сверху вниз по мере разряда батареи сульфатирование идет у нас снизу вверх и пока мы будем работать с батареей да ёперный театр звонят ну что ты ладно отвечу и продолжу свою диску дискуссию с кем дискуссирует а сам собой немножко сбили меня с мысли но смысл основной смысл в том что работать с батареями при без перемешивания электролита это это все равно что воду вступит того же мы основная задача после того как мы наполнили батарею абсорбировали ее зарядом перемешать электролит перемешать по всей плоскости пластин и заставить эти пластины работать как можно производительней и с наибольшим эффектом если мы этого не добиваемся если мы оставляем часть электролита в кислоте в нижней части аккумулятора то естественно ну толку с этой батареи надолго не хватит по своему опыту могу сказать что даже вот эти батареи которые привозят с хреновыми параметрами иногда поражаешь с хреновыми параметрами но без плотности и после поднятия плотности тоже параметры ну не крутящая батарея были такие случаи что привозили ну как были такие в том году пример приведу привезли батарею Toyota Camry праворукая батарейка шестнадцатого года наш БАРС и показатели ну я просто клиенту говорю дружище давай лучше езжай купи новую батарейку нет работает пожарником там не до батарейки уехал с этой батарейкой ну я вывел параметры все ну как вывел поднял плотность все что можно было вытащить с этой батареи я вытащил электролит черный грязный ну батарея изношенная это было зимой при удобном случае Малик поменяй батарею пожалуйста потому что я я по-моему даже денег не стану брать он привозит мне эту батарейку осенью я говорю ты что творишь он говорит за зиму ни разу не встал не было ни одного мороза чтобы я машину не завел а еще и мотор трешка у него стоит трехлитровый поэтому основной параметр на выхлопе на выдаче батареи друзья это равномерное перемешивание плотности будет плотность в батарее даже при минимальных показателях батарея еще будет крутящая емкости конечно не будет как многие там говорят надо обязательно выкачать емкость посмотреть емкость ну друзья я сторонник того что стартерная батарея основная задача крутить стартер она поэтому и называется стартерная если вам нужна тяговая батарея покупайте тяговую батарею и тащите туда-сюда емкость закачиваете выкачиваете вкачиваете ну вот как то так друзья что хочу сказать а да наверное чтобы дописать этот ролик больше с этими батареями я работать не буду фермера приезжают завтра забирают забирают эти батарейки к себе на усадьбу а мне привезут еще партейку сказали штук шесть привезут нужно им потихонечку готовиться батарейка отстоится завтра утром их заберут а мы давайте сделаем сделаем один некорректный а другой более менее корректный замер этих батареек и посмотрим что мы здесь навертели так давайте сделаем конвеем потому как параметры снимались конвеем так 1320 у нас заявлено Foxwell свою работу сделал так видим при некорректном замере вот такие показатели 92 процента по слуху батарейка естественно заряжена 1271 ампер батарея выдает ну я думаю после отстоя батарея выдаст наши те параметры которые заявлены ну сейчас ради интереса все таки сделаем еще один замер Тойот пермитеатр Foxwell чтобы рассеять нам сомнения не дело в том что мы уже убедились что после простоя отстоя вернее батарея выдавала отличный параметр ну давайте глянем еще здесь плотность мы смотрели давайте глянем еще 127 уверенных 1 26 с половиной почти 127 эта батарейка у нас состоялась 3 часа после до заряда тоже некорректный замер но 1005 ампер выдает 59 ампер нам выдает конвей по суху и 274 у нас сопротивление батарея условно это рабочая какую-то пользу на каком-нибудь тракторе или еще на чем-то она конечно принесет батарея будет крутить чтобы купить такую батарейку сейчас они стоят у нас по моему 120 тысяч что ли в тенге но но по крайней мере посевную эта батарея должна отбегать так где у нас фоксвейл давайте еще сделаем замеры фоксвейлом для сравнения и для более четкой картины а блин надо было начать с той батареи ну ладно да да в принципе посох ну сейчас давайте замерим эту батарейку и потом возьмем наши квитанции сделаем сравнение уже непосредственно более наглядно так батарейка ну вот смотрите фоксвейл это говорит что батарейка хорошая 1340 выдает в чем проблема так что-то у меня смутные подозрения что я 85 процентов на 85 процентов по суху 1340 ампер выдает смутные подозрения что я неплотно неплотно вот так надо сделать подцепил крокодилы при замере ну давайте еще раз перемерим на потому что разбег конвейер фоксвейла у нас какой-то неприличный 94 94 ну в принципе в принципе пойдет я думаю после отстоя батарейка до 100 процентов у нас до гребет и будет 1320 теперь давайте по нашим чекам посмотрим так вот наши все чеки так первый второй первый первый вот это мы вот это вот у нас был первый замер на прожарки 34 второй замер 62 62 третий замер после отстоя 60 так это у нас после так 16 после так так после до заряда первого это у нас после отстоя теперь вот это у нас тоже после отстоя показатели вернее не после отстоя да после трехчасового отстоя пусковой ток чуть чуть меньше 901 сопротивление больше 371 так ну еще раз напоминаю что замер некорректный так вот этот вот у нас замерщик был сегодня после отстоя 355 ампер на второй батареи которая у нас замерзшая была 86 процентов посоху здесь у нас 340 без отстоя естественно более высокое сопротивление и чуть ниже процент посоху ну ну будем считать друзья что что параметры в принципе неплохие если если судить по фокус-вейлу то вообще очень хорошие конвей на мой взгляд более правдоподобную картинку подает но опять же друзья замер некорректный замер некорректный и наверное именно поэтому каких-то определенных и точных заключений ну я бы не давал сейчас возможно придется дождаться до утра но не знаю сегодня завершу этот ролик если если успею поймать утром до приезда фермеров то значит мы сделаем еще один замер после отстоя чтобы это было более правдоподобно если не успею то значит выложу этот ролик в том состоянии в котором он находится на данный момент ну заключение друзья хочу всех поздравить с днем советской армии военно-морского флота кто служил тот знает кто не был тот будет кто был не забудет 730 дней в сапогах что хочу сказать авиация даль голубая я два года тебе посвящаю всем добра удачи здоровья не кашляйте блять этот кашель меня просто достал уже неделю гриппую гриппую в этом году второй раз почему-то и как сказал сегодня а не профессор это не то что вы гриппуете это не то что у вас нарушен иммунитет или иммунитет слабый это наоборот у вас хороший иммунитет и он борется с вирусом блять у меня в этом году иммунитет просто бешеный второй раз всем всем всего хорошего всего доброго как договорились сегодня ролик монтировать не буду смонтирую его завтра если успею значит сделаю дописку если не успею то значит он выйдет вот в таком виде в котором вы его смотрите на текущий момент всем пока и берегите свои батарейки друзья с утра позвонили фермера у них буранит и они не рискнули выезжать потому что эта дорога может быть в один конец только в сторону города и исходя из этого я решил немного расслабить свой грипер лишний час повалялся в постели он приехал растопил печку переоделся в рабочей кигутке и давайте сделаем наши чесночные замеры после отстоя батарей начнем с плотности уверенный 127 уверенный 127 наш опарыш пропарыш уверенный 128 уверенный 128 закрываем трубочки и наверное мы сначала замер сделаем конвей а потом сделаем замер фоксвелл и сравним наши показатели с у нас получится дописка или дописька как хотите так и называйте ну у нас должно быть все правильно так как о дырочку еще 320 как видим друзья показатели после отстоя сто процентов выкатывает наш зимородок замородок замороза 1367 ампер пусковой ток сопротивление 202 и nrc 1281 так ну а теперь наш пропарыш так у нас здесь 1300 ампер 56 процентов батарея выкатывает 978 ампер пусковой ток 1275 нрc и сопротивление 282 хочу вам напомнить что это батарея восемнадцатого года батареи так где мой калькулятор шестой год батарея двадцатого года батарея третий год вот такие показатели у тюменских аккумуляторов ну давайте теперь сделаем фоксвальчиком с чего начнем ну давайте начнем опять с этого ледяного монстра так ох прям свет так фоксваль выдает 1379 пусковой ток сох 88 процентов сопротивления 230 давайте отпечатаем ну 88 процентов фоксваль он очень жетистый на сох вот эти показатели такие 88 процентов на нем очень редко увидишь вот так отложим сюда и давайте теперь сделаем замер на нашем опарыши так и оперный театр проверить акб 1320 так ну здесь у нас показывает 1268 929 по и и ну и сок 60 процентов давайте все задокументировать посмотреть проверить наше предположение ну вот по итогу по итогу так у нас после отстоя было вот это вот батарея на до после до зарядов пусть и вернее до перед окончательными до зарядами с перемешиванием электролита у нас были вот такие показатели 1355 235 сопротивления 86 по суху после того как мы распределили весь электролит по всей поверхности пластин то есть будем так говорить намазали этим электролитом всю поверхность пластин дали возможность электролиту быть основательным рабочим инструментом выполнять свою функцию до конца и мы видим теперь отличная нрц 1273 это говорит о том что расслоение мы убрали полностью и батарейку мы раскрыли также полностью 1379 ампер выкатывает эта батарея которая должна выкатывать 1320 сопротивление 230 после неполного перемешивания и отстоя сопротивление было 235 так теперь передвигаемся к батарее которая у нас опарыш вот у нас это 14 вот у нас после отстоя после неполного перемешивание 1269 нрц у нас 1268 933 ампер чека у нас пусковой был после первого стоя сейчас 929 и сопротивление чуть-чуть на две шишечки маленьких больше 360 здесь было 358 ну сух у нас по-прежнему 60 процентов ну вот эти вот эти различия 33 и 29 небольшие различия можно скинуть на погрешность прибора поэтому поэтому говорить о том что батарейка у нас просила после дозаряда говорить это не стоит ну что друзья теперь считаю свою миссию выполнена выполненной на все на все на все сто процентов потому как все недомовки и недоговорки мы исключаем из этого ролика будем считать что наш ролик на этом завершён какие-то какие-то выводы какие-то мысли сказать не могу блин друзья честно слово болею и башка соображает на где-то на три или четыре процента от ста поэтому уж как получилось так получилось будут вопросы пишите в комментариях постараюсь ответить не обижайтесь не придавайте значения если сразу не отвечаю бывает у меня тоже садятся батарейки на работе приезжаю и не охота не лезть к компьютеру не отвечать на комментарии читаю но не отвечаю потому что ну нет ни сил ни вдохновения но по итогу стараюсь на все адекватные комментарии все-таки отвечать может не сразу но друзья на все ваши вопросы постараюсь ответить на этом второй раз говорю до свидания и берегите свои батарейки всем пока